Малышка Сегодня я ее еще не видела. Уверена, все хорошо. Идем наверняка всю ночь охраняла ее сон. Я могу что-нибудь сделать для тебя перед отъездом. Тебе, наверное, нужно обо всем договориться, все устроить. Устроить? Да, с похоронами всегда масса хлопот. Надо куда-то звонить. Всем этим уже занимаются ее родные. Мать Холлис блестящий организатор. Она превратит эти похороны в события светской жизни. На них явится масса людей, о которых Холлис даже и не слышала. На них придешь и ты. Ты в этом уверен, но я не люблю бессмысленных ритуалов. Иногда в ритуалах есть свой смысл. Если ты ничего не сделаешь, получится, как будто ее гибель не имела для тебя значения. Для некоторых присутствий на похоронах это шаг к осознанию факта гибели человека. А если я не хочу его осознавать? Этого никто не хочет. Но если ты не смиришься с его реальностью, тебе потом будет очень трудно жить дальше. Келли, два дня назад я еще жил нормально. У меня была жена, у меня была дочь, у меня было будущее и свой дом. Но все это исчезло. И не говори мне о дальнейшей жизни, потому что мне незачем жить. Это совсем не так. Просто ты не знаешь, как быть дальше. Но ты никогда этого не узнаешь, если не доставишь себя сказать прощай. Ну, тогда я лучше не стану откладывать это в долгий ящик. Прощай, Келли. Разве тебе не пора в аэропорт? Я собиралась занести ключи и уйти, но Рик был в таком состоянии. Да, конечно. Он очень многое потерял за короткое время. А где он сейчас? Наверху у телефона. Хочешь я позову? Нет. Не сойт. Собственно, я хотел поговорить с тобой насчет крещения. Что? Мы с Эденом решили окрестить Адриану, прежде чем вернемся в Штаты. Я пошел искать церковь, но мой французский никуда не годится. Ты не могла бы мне помочь. Конечно. Очевидно, приглашение лежит в почтовом ящике. Ты не мог подождать, пока Келли вернется в отель, да? Тебе понадобилось заявиться сюда еще раз и напомнить мне, что мой ребенок теперь принадлежит тебе. Я думал, ты наверху. Я был там. Я был в детской, собирал ее вещи. Просто поразительно, сколько там всего лежит. Платицы, которых она еще ни разу не надевала, всякие штучки, чтобы прикрывать ее от солнца. Мы с полю сбуловали ее. Так ведь и бывает, когда... Послушай, Рик. С одной стороны, мне очень жаль, что она попала именно к вам, и теперь тебе приходится так страдать. Но с другой стороны, именно поэтому она была окружена любовью и заботой. И я тебе очень благодарен. Вот это что-то новенькое. Слушай, я не знаю, что тебе сказать. Так уж предназначена судьбой Круз. Тебе достается все, я остаюсь ни с чем. Видно, именно это начертано на каких-то скрижалях. Думаю, теперь нам лучше какое-то время не встречаться друг с другом, так что... Скорее всего, я завтра улечу в Штаты. Но, может быть... Через пару месяцев все-таки... Ладно. Здравствуйте, подружка. Привет. Привет, Келли. Интересно, она будет в пору? А я тут гадала, когда же ты вернешься. Что это? Это тебе. Открой. Серьезно? Как интересно. О, Боже. Ты только посмотри, потрясающе. Антиквариат. Антиквариат, конечно. Какая тонкая работа. Как ты только ухитрилась, так быстро его найти. Да, это поразительно. Просто на редкость красиво, Келли. Спасибо. Думаю, оно подойдет моей милой племяннице. Продавец сказал, что оно принадлежало герцогине Ан-Клэр-Ренье. Королеве. Какая она королева? Всего-навсего герцогине. А вот тут у нас самая настоящая принцесса. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за все Ты просто молодец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА